Здравствуйте! Что-то погода портится. У нас в Соликамске на каждый случай ухудшения погоды есть свое обоснование, примета. То кама пошла, то черемуха луговая цветет, то русалки икру мечут. Я социальный активный русалка. Начну, пожалуй, с того, что на уходящей неделе в аккаунтах Соль ТВ в соцсетях происходило. Вот, например, в Одноклассниках к материалу о том, что молодых врачей Соликамска динамят с решением жилищного вопроса, появился комментарий. Зачитываю. Такая ситуация не только у молодых врачей, но и у молодых учителей. Им вообще не положены льготы на приобретение жилья. Вот и трудись на благо Соликамска. Конец цитаты. В нашей редакции есть копия письма молодых врачей, которые написали о своей ситуации в городскую думу. Может быть, и молодым учителям стоит попробовать громко заявить о том, что их заботит. Не стесняться, не нужно стесняться. Поехали дальше. Материал про 47-й дом по улице Коммунистическая ВКонтакте обрастает большими и серьезными комментариями. Одна из героиней сюжета также отмечается там в комментах, поэтому можете у нее что-нибудь спросить или высказать слова поддержки. Ну или можете высказать свое мнение по ситуации, когда семьи с детьми живут в условиях, похожих на развалины детского лагеря Уральские Зори. А вот на ваших экранах итоги голосования, которые мы прицепили к сюжету. 76% на стороне жильцов, 21% считают, что закон один для всех. И еще есть комменты про суд над Растаманом-агрономом. Напомню, один деятельный соликамец снял пол дома и там начал выращивать запрещенные растения. Полицейские около суток сидели в засаде и все-таки поймали этого садовода, когда тот приехал поливать. Вот пишут, повезло сотрудникам. И еще, два года и 250 тысяч, ему тоже повезло. И последний, зато отдохнет на курорте. Вау, места не столь отдаленные с курортами сравнивают. Что-то я в турагентствах не видал предложений такого отдыха. Да и очереди из желающих попасть за забор с колючкой я не видел. Чту уголовный кодекс, это моя слабость. Ну и напоследок будет пара интересных видео из Боровска, которые недавно повеселили пользователей социальных сетей. Мы наложили звуковую дорожку, чтобы добавить атмосферности происходящему. В общем, встречайте мужичка, который предположительно хорошо заправился и его потянуло на спортивные подвиги. Раньше был он пьющий парень, а теперь он стал качком. Но меня он не запарил, он остался дурачком. Ну а затем этот пылкий юноша решил заняться смешанными единоборствами и даже нашел спарринг-партнера. Это тоже надо видеть. Ну что тут сказать? Ребята, давайте жить дружно. Ну и все на этом. Следите за эфирами Соль ТВ, участвуйте в розыгрыше вот этой самой кружки, оставляйте свое мнение под нашими материалами. Это был последний весенний выпуск рубрики «Есть что сказать». Увидимся уже летом. Пока и I'll be back.